Прогулки по воде или Апостол Андрей, пожалуй, самая невероятная из всех песен группы Наутилус Пампилиус. Ведь даже сами ее авторы не сразу осознали, что у них получилось. Что подтверждает мысль о том, что зачастую вдохновение – это нечто снизошедшее нам откуда-то из космоса, что ли. Появилась песня, разумеется, на волне так называемого постсоветского воцерковления, когда жители страны, просвещенного социализма в разгар перестройки, вдруг повально бросились по церквям. И зачастую, увы, это реально отдавало массовой фальшью. Не мог сей процесс ускользнуть и от автора стихов песни Ильи Корнильцева, человека, насколько мне известно, при жизни незамеченного в паломничествах по святым местам, но весьма образованного и начитанного. Так однажды Илья принес Бутусову среди пачки других стихов текст песни «Прогулки по воде». В тот период еще бурлили страсти вокруг раскола меж создателями группы «Наутилус Помпилиус», Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким, и их тяжбы за название группы. Пребывая в довольно запаренном состоянии, Вячеслав Бутусов выбрал текст «Прогулки по воде», по большому счету не особо вникая. Как сам он признался в одном из своих интервью, «Текст мне очень понравился в художественном плане. Он был без бытовухи и без социума. Красивый и романтический». Бутусов отредактировал текст так, чтобы он лучше ложился на музыку, и уже в декабре 1991 года «Прогулки по воде» впервые прозвучали на полуакустических концертах «Наутилуса», что, кстати, повлияло и на звучание песни на записи. Однако истинная жизнь песни, разумеется, началась лишь после издания альбома «Чужая земля», в который вошла песня. Изначально, в отличие от альбомной версии, песня была более гитарной. Поскольку «Наутилус Помпилиус» собирался на гастроли в Японию, Илья Кормильцев заказал клип с библейским сюжетом для промо-японских концертов. Первым клипом, их замечу, тоже было два, занимались Олег Ракович и Александр Коротич. Это был один из последних клипов, снятых на кинопленку. Но вот незадача. Во время съемок Олег Ракович сломал ногу. И, пребывая в постельном режиме, без возможности выезжать на студию, вот эту самую графику в первом клипе на прогулке по воде он процарапал вручную, прямо на кинопленке. Кадр за кадром. Далеко не всем фанатам пришлась по душе трансформация музыки группы «Наутилус Помпилиус». Одни поспешили обвинить Нау в излишней религиозности, другим напротив. Притча показалась некоторой издевкой над чувствами верующих, отчего сам Вячеслав Бутусов в многочисленных интервью неоднократно говорил совершенно взаимоисключающие вещи. И лишь спустя 10 лет после выхода альбома Бутусов сделал очень интересное признание. Апостол Андрей Первозванный – единственный из учеников Христа, который погиб так же, как учитель. Когда я писал песню, то этого не знал. А вообще, такие вещи, я имею в виду тематику, конечно, нужно делать на осознанном уровне, иначе получается попса и кощунство. Я понял это значительно позже. При этом, замечу, сам автор текста песни Илья Кормильцев так ни разу ни словом о песне «Прогулки по воде» не обмолвился. Но если говорить об отношении Ильи Кормильцева к религии вообще, незадолго до смерти, находясь в Лондоне, поэт принял ислам. И, несмотря на то, что его друзья не хотели признавать этот факт, принятие Кормильцевым ислама подтвердил Александр Гунин, свидетель его шахады в больнице. «Гулять по воде со мной» Погребальный обряд автора текстов и идейного вдохновителя группы «Наутилус Помпилиус» Ильи Кормильцеву был организован по религиозным канонам, завернутое в саван тело Ильи, похоронили лицом к Мекке. «Видишь там на горе» От себя же добавлю, что лично для меня песня «Прогулки по воде» раскрылась в полную силу во время моего паломничества в Вифлеем, на зарето Иерусалим по святым местам и на схождение благодатного огня у гроба Господня. Всю ту неделю в моей голове звучали строчки «Видишь там на горе возвышается крест, повиси-ка на нем». И каждый шаг раскрывал истинный смысл этих слов и красоту мелодии. Новые музыкальные истории не пропустите здесь, на канале «Откуда ноты растут».